Саламастар Махрумедте от Андастар Здравствуйте, уважаемые соотечники Я начинаю свой прямой эфир и сегодня я посвящаю его богатством Нурсултана Назарбаева которого он похитил у страны будучи первым руководителем страны практически в течение 30 лет Я в своих различных публикациях озвучиваю, что стоимость украдена равна минимум 200 миллиардам долларов Простому человеку очень трудно понять что такое 200 миллиардов долларов и я, наверное, сделаю очень просто объясню, что такое 200 миллиардов долларов это в количестве квартир а на самом деле на 200 миллиардов долларов можно было обеспечить бесплатно жильем всех граждан страны Можно много что сделать на 200 миллиардов долларов построить новые города в степи пустыни или построить фактически заново всю страну но это предмет отдельного объяснения что такое 200 миллиард долларов сегодняшнее мое выступление начинает собой начало циклу передач циклу передач связаны с тем сколько похитил именно нурсултан назарбаев его близкие родственники а также его ближайшее окружение многие из вас конечно прекрасно понимает что президент страны который работал только на государственной должности никогда не работал в бизнесе является очень богатым человеком но многие из вас не очень ясно представляет масштаб этого родства и когда вы поймете масштаб этого родства вы поймете почему вы живете плохо почему основная часть населения очень бедные почему значительная часть и числями миллионами является нищей и тогда вы сможете сделать вывод от что же делать тогда дело в том что многие из вас обвиняют сами себя или то же самое нурсултан назарбаев обвиняет вас когда говорит что ну не так все плохо вы можете свою жизнь сравнить жизнью покойников на кладбище вы должны понимать что это слова президента страны которые ответственны за судьбу всех граждан всех граждан казахстана и и вы когда поймете размер и масштабы этого охищения тогда вы можете сделать вывод что так жить больше нельзя и что такой президент не может быть президентом казахстана а его место в тюрьме дело в том что 14 марта европейский парламент сделал специальное решение резолюции обращение ко всем странам ходящих европейское сообщество с призывом чтобы был принят глобальный закон магнитского что за закон глобальный закон магнитского в 2016 году соединенные штаты америки приняли глобальный закон магнитского его этот закон продвигал уильям браудер это известный инвестор который имел инвестиции в россии и потерял эти инвестиции и человек который представлял его интересы сергей магнитский погиб в тюрьме москвы и те кто участвовал в этом преступлении а именно его убийстве по сути должны были быть наказаны и не только они но и только и еще те кто участвовал в грабеже этих средств вот собственно уильям браудер добился чтобы в америке вышел такой закон закон так называемым магнитского который по сути наказывал всех тех кто участвовал нарушение прав человека или участвует нарушение прав человека а также различного рода коррупционных преступлений связанных с этим то есть сейчас закон магнитского приобрел глобальный характер и соединенные штаты америки могут применить этот закон относительно любого человека надеть на территории любого государства то есть если этот человек признан нарушителем прав человека признан человеком который совершает коррупционные преступления то законы соединенных штатов америки преследуют этого человека по всему миру его активы такого человека арестовывается арестовывается его счета ему не даются визы эти же ограничения могут быть связаны с членами его семьи его ближайшего окружения и к тем людям которые помогают такому человеку нарушать права человека и участвовать коррупционных преступлений то есть это глобальный закон который был принят соединенных штатах америки в 2016 году и собственно этот закон сейчас начали поддерживать европейском сообществе в англии этот закон уже принято действует то есть если чьи-то капиталы попадут на территории англии они безусловно будут арестованы и конфискованы если этот человек будет заподозрен нарушение прав человека то такой человек фактически будет привлечен к ответственности законодательством англии это же касается и балтийских стран эстонии литвы которые тоже этот закон поддержали и сейчас этот закон будет шаг за шагом применяться и отрабатываться практически во всех странах европы что это значит это значит что те преступники которые участвуют нарушения прав человека которые участвуют коррупционных преступлениях фактически не найдут себе места на этой планете таких людей будет преследовать как соединенные штаты америки так и европейское сообщество а что значит когда идет преследование по законам соединенных штатов америки и европейского сообщества это значит такие люди участвующие нарушение прав человека и коррупционных преступлений они смогут спрятать свои коррупцию коррупционное имущество практически нигде потому что банковская система в мире она работает фактически в доллар сша и в евро это основной вид валюты которые работают во всех сделках в мире это во первых во вторых банковская система также так построена что в случае если вы не имеете счетов или вам закрыли в евро в долларах то очень сложно затем такому человеку участвовать каких-то международных сделок потому что везде где вы хотите купить себе активы активы за пределами своей стороны они проводятся именно такого вида валютах как евро и доллары поэтому вы понимаете что этот закон очень губительный для тех кто нарушает права человека и участвовать коррупционных преступлениях в связи с тем что султан назарбаев его является главным мафиози казахстана человеком который совершает основные преступления страны и он не просто человек который крадет деньги он крадет жизни людей он сажает людей в тюрьмы он дает приказы на расстрел мирных граждан то есть это не просто коррупционер который крадет это человек который отбирает жизни жизни у наших граждан конечно же для того чтобы назарбаев и его близкое окружение попала под действие этого закона нужна серьезная работа нужны расследования нужны доказательства показывать его преступление совершенные против человека против человечности показывать преступление связаны с кражей имущества вот собственно этой целью я решил заняться а именно доказать все эти вещи именно документально доказать у меня их много и и сейчас достаточно общее будет представление но затем я шаг за шагом буду выпускать фильмы по крупным активам который присвоил на султан назарбаев вы многие из вас работаете на этих предприятиях вы конечно же слышали что этим предприятием владеет именно на султан назарбаев но у вас нет доказательств вы своей текущей жизнью вы получаете лучшем случае 100 120 тысяч тенге на этих предприятиях зарабатываете такие деньги и влачете жалкое существование но при этом вы плохо представляете что на аналогичных предприятиях мира заработная плата начинается минимум от трех тысяч долларов то есть приблизительно от этого миллиона тенге вы получаете где-то 100 тысяч тенге на нефтегазовых предприятиях в мире заработная плата в среднем около десяти тысяч долларов то есть около четырех миллионов тенге вы получаете ну 150 200 тысяч тенге максимум и вы должны понимать что это в первую очередь связанной именно с тем что владельцем этих предприятий является на султан назарбаев конечно же назарбаев будет говорить что это рыночная зарплата конкуренции все прочее потому что заработная плата действительно в мире складывается в результате спроса и предложения если ты озвучиваешь как владелец предприятия какой-то уровень зарплаты если люди находятся то как бы значит это тот уровень который соответствует требованиям рынка но к сожалению это не так нашем случае потому что в мире заработная плата формируется еще в результате борьбы работников на этих предприятиях кроме конкуренции борьба на предприятиях поддерживается специальными организациями так называемым профсоюзами борьба поддерживается свободными средствами массовой информации либо как мы говорим свобода сми свобода телевидением свобода профсоюзами что же получается в нашей стране в нашей стране профсоюзы они существуют только на бумаге в реальности они запрещены существующие профсоюзы подчиняются на султан назарбаеву он заинтересован чтобы профсоюзы выполняли только его команду они работали на работников предприятий средства массовой информации полностью контролируется на султан назарбаев и они не говорят правду и это касается всего судебная система тоже подчиняется на султан назарбаев комитет национальной безопасности тоже ему и поэтому наши граждане не могут бороться за свои права и собственно это все приводит тому что заработная плата очень низкая на минимум 10 20 30 раз меньше чем она аналогичных предприятиях мира и так сегодня я хочу рассказать о предприятии казахмыс я буду говорить так он называется сейчас казминерал еще как-то там мне вопросы задают вы рассказываете оказать мыси а как от казминерал на самом деле это одно и то же предприятие просто это скажем мошеннические действия группы компании которым владеет но султан назарбаев смена название произошла фактически поэтому мы будем называть казахмыс и вы должны знать что такое казахмыс казахмыс это предприятие которые в основном функционируют в джизказганском регионе раньше предприятие назывался джизказган цвет мед в советские годы и фактически это одно из крупных предприятий мира горнодобывающие отрасли которые производят добывает медь серебро и другие редкие дорогие ценные металлы и так вот представьте себе что это крупнейшее предприятие входящие в один из крупных предприятий мира мира я хочу отметить не просто казахстана мира и производит фактически всю медь которая производится в нашей стране почти сто процентов вот представьте себе вот такая монополия и почему эта монополия существует потому что это предприятие полностью принадлежит нурсултан назарбаеву это гордость была советского союза крупнейшие меднодобывающие предприятия это предприятие в начале 90-х годов присвоил нурсултан назарбаев будучи президентом казахстана при этом он ничего не заплатил безусловно было мошенническим образом объявлено что передается якобы компании samsung южнокорейской на самом деле никакой компании samsung не было в итоге на вершину владения был встроен владимир ким которого я лично хорошо знаю володя ким это бывший комсомольский работник вообще назарбаев вокруг себя набрал команду бывших коммунистов бывших комсомольцев ну как и магалит с магомет например был руководителем цк в лксм казахстана сенатора айтимова тоже из комсомола и вот если вы проанализируете всех его подельников окружения это комсомольцы коммунисты это его люди с кем он работал по партийной линии вот можно просто биографию каждого посмотрите вот представьте себе что такое крупнейшее предприятие которое основные производственные мощности имеет десказганском регионе и в алхаше самом городе вот она полностью пронизирует султан назарбаев вы должны знать что это предприятие зарабатывал только официально когда котировалась на лондонской бирже свыше одного миллиарда долларов чистыми то есть миллиард миллиард двести миллиард четыреста полтора миллиарда это официальная прибыль который показывал предприятие когда котировалась на лондонской бирже но давайте мы поймем какая же его реальная рыночная стоимость вот представьте себе что казахмыс это предприятие который имеет мощные электрические станции 20 процентов всего объема производства электроэнергии в казахстане фактически принадлежит группе компании казахмыс это компания имеет около 10 обогатительных фабрик имеет 2 медиплавильных завода где-то 16 различных рудников тысячи тысячи километров протяженность железной дороги несколько тысяч различных цистерн целые города целые города фактически зависит от деятельности этого предприятия это джизказган садпаев разные разные поселки вокруг этих предприятий балхаш и жизнеобеспечение практически всего региона зависит от деятельности этого предприятия так вот представьте себе что это предприятие полностью принесет на султан назарбаева они и некому владимиру киму этому комсомольскую работнику который нигде себя не проявил как крупный бизнесмен я сам начинал свой бизнес начале 90-х годов и конечно я знаю каждого лично всех тех кто называют крупными бизнесменами которые якобы списке форбс я их знаю лично поэтому владимир ким это просто бывший комсомолец скажем который никогда не проявлял себя формирование создания бизнеса как мы с нуля это предприятие было присвоено и на него был поставлен руководителем владимир ким и разные другие лица которые формально владеет этим предприятием сейчас владимир ким считается что его состояние оценивается 46 миллиард долларов якобы он самый богатый человек казахстана ходит 400 богатейших людей мира но вы этому не верьте потому что владимир ким это номинальное лицо подставное подставное на султана назарбаева то есть все что производится на группе компании казахмыс все принадлежит на султану назарбаеву и только официальная чистая прибыль свыше миллиарда долларов в год когда мы говорим что султан назарбаев владеет состоянием свыше 200 миллиардов долларов я хочу показать что только одно предприятие казахмыс им самим по государственной форме оценки оценивалось свыше 20 миллиардов долларов сша вдумайтесь свыше 20 миллиардов долларов сша и я вам скажу что это очень скромная оценка потому что это предприятие стоит больше потому что на нем завязана жизнь городов жизнеобеспечения и давайте мы вернемся к оценке собственно самого государства который контролируется на султан назарбаев почему я говорю что это предприятие в реальности стоило свыше 20 миллиардов долларов и так ну во первых вы должны знать что так называемый национальный фонд которым сейчас лежат богатство страны свыше 60 миллиардов долларов а был период когда там накапливались и выше 70 миллиардов долларов полностью под контролем единственному человеку единственному но султан назарбаев он сам принимает единоличные решения куда расходовать эти средства эти средства формируются за счет поступлений налоговых поступлений от крупнейших сырьевых предприятий нефтегазовом секторе или металлургических прочих предприятий и какая-то доля постоянно ежегодно поступает так называемый национальный фонд и там формируются эти средства и наступает когда определенный критический период именно критический период для султана назарбаева он начинает с помпой говорить что он расходует на поддержку наших граждан миллиарды долларов из национального фонда имейте ввиду что это его личный кошелек вообще диктаторских странах это как правило принято что деньги страны это деньги диктатора ну это логично потому что он реальности владели страны и вот представьте себе что он 30 лет владеет казахстаном он единолично принимает любые законы любые решения ну а как еще иначе квалифицировать а все люди которые там работают в этой стране проживает это его подданы его рабы вот собственно так получается потому что никто не имеет никаких прав если вы ссылаетесь на нормы закона когда идете на акцию на митинг если вы ссылаетесь на нормы закона когда защищаете себя то вы очень быстро начинаете понимать что они не работают не работают потому что все работает по звонку на султан назарбаев и так национальный фонд пронежит на султан назарбаеву перед новым годом Но Сутан Азарбаев подписал указ, создал специальную управляющую структуру, которая фактически управляет и Самрук Казана. Что такое Самрук Казана? Утверждается, что его активы составляют якобы более 70 миллиардов долларов. На самом деле вы должны понимать, что Самрук Казана значительно больше стоит. Это железная дорога страны, это железная дорога всей страны, это авиационные компании, это часть пакета телекома, это зерновой бизнес, который отвечает за регулирование государственного зернового бизнеса. Это энергосистема страны, национальная компания КИГОК, это урановая компания Каза Тампром, это нефтегазовая компания Казмный газ, это газотранспортные сети Казтрансгаз. Я могу долго очень перечислять, что такое Самрук Казана, но я вам так скажу, что реальности это практически почти половина экономики страны. Почти половина экономика страны находится в прямом ведении на султана Назарбаева, не как президента страны. Дело в том, что в конце года он подписал указ, и в этом указе звучит, что теперь не правительство управляет Самрук Казана, не правительство управляет национальным фондом. Он специально внесены поправки о том, что фактически единоличные решения по всем назначениям, управлению и так далее принимает, как он написал, Ельбасе. У нас в стране один Ельбасе. То есть получается он надконституционный орган, он стоит над правительством лично, не как президент страны, а как Нурсултан Назарбаев. Это о чем говорит? Что вся промышленность, все государственные активы, не говоря о том, что другие активы, которые якобы принадлежат другим собственникам, в реальности реальным владельцем является Нурсултан Назарбаев. То есть он хозяин Казахстана. Если вы думаете, что хозяином является народ, он все эти поправки внес в закон и как бы сделал так, что юридическим владельцем страны является Нурсултан Назарбаев. Все эти факты, о которых я говорил, уже озвучены. На канале 16.12 подробно описывается, какими решениями он закрепил этот факт. Поэтому я сейчас отталкиваюсь именно от этого. Итак, я хочу вам показать, что именно группа компаний Казахмыс, которая производит медь, серебро и другие металлы, его рыночная стоимость Назарбаев оценил свыше 20 миллиардов долларов США. И обратите внимание, это предприятие полностью владеет Нурсултан Назарбаев. Итак, в 2008 году государство, владея 22% акции так называемой компании ЕНРСИ, ЕНРСИ это тройка Машкевич, Шадеев, Ибрагимов. Это следующий коррупционный актив, гигантский, я скажу, который стоит значительно больше 20 миллиардов долларов. И тоже совладельцем основным является Нурсултан Назарбаев. И поэтому, когда вы видите те или иные манипуляции между акциями этих предприятий, вы должны понимать, что Назарбаев просто манипулирует деньгами национального фонда, манипулирует деньгами и акциями Самру Казана и также этим предприятием. Итак, в 2008 году, в июле 2008 года, государство купило 15% акций Казахмыс, обменяв на акции компании ЕНРСИ, отдав 22% акции ЕНРСИ. То есть, зачем государству покупать Казахмыс? Давайте сначала от этого отойдем. То есть, это предприятие в начале 90-х годов Назарбаев присвоил, а затем Назарбаев 15% акций этого предприятия Казахмыс покупает за акции ЕНРСИ стоимостью 3 миллиарда долларов на тот момент. То есть, вот представьте себе, да, Казахмыс, крупнейшее предприятие, добывающее медь, попадает бесплатно в руки на сутан Назарбаев, а затем он берет 15% покупает для государства за 3 миллиарда долларов. То есть, он украл, а затем он 15% продает за 3 миллиарда долларов. Так вот, представьте себе, что если 15% стоит 3 миллиарда долларов, соответственно, 100% стоит минимум 20 миллиардов долларов. Это вот простой расчет, который вот можно увидеть официально. То, что я сейчас говорю, это официальная сделка была в июле 2008 года. И вот этот обмен показывал, что Казахмыс стоит минимум 20 миллиардов долларов. Ну, в реальности больше, но я вам просто говорю вот так вот. Только через акции, котирующие на Лондонской бирже. Дальше, это была сделка 2008 года. В 2008 году начался кризис с августа. И акции, стоимость акций на Лондонской бирже начала уходить вниз. Стоимость начала обваливаться. И в этот момент, где-то в октябре 2010 года, обратите внимание, Самрук Казана, государственная компания, покупает 11% акций Казахмыса за 1,3 миллиарда долларов. То есть, до этого 15% было приобретено за 3 миллиарда долларов, а затем 11% за 1,3 миллиарда долларов. Итоги, государство приобрело акции, 26% акции Казахмыса за 4,3 миллиарда долларов. Ну, во-первых, зачем? Во-вторых, еще раз хочу напомнить, 4,3 миллиарда долларов за 26%, при том, что это предприятие бесплатно ушло в руки Назарбаева. И интересно, что в это время, когда происходила сделка, накануне точнее говоря, накануне, сделка по покупке за 1,3 миллиарда долларов прошла в 2010 году. И вот, смотрите, что произошло со стоимостью акций уже в 2014 году. В 2014 году 74% акций Казахмыса стоило всего лишь 1,8 миллиард долларов. То есть, фактически, 26% предприятия, которые государство приобрело, стало стоить всего лишь порядка 600 миллион долларов. Потратили 4,3 миллиарда долларов, а эти акции реально стали на тот момент 600 миллион долларов. То есть, прямой убыток составил порядка 3,7 миллиарда долларов. Спрашивается, зачем Назарбаев покупал акции Казахмыса по такой цене, и потом потратил 4,3 миллиарда долларов, а и это предприятие сразу же обесценило, стало стоить убыток государству 3,7 миллиарда долларов. Обратите внимание, при этом Казахмыс зарабатывала свыше миллиарда долларов ежегодно, и дивиденды получали реальности только акционеры, подставные люди на султан Назарбаева. И дальше, то есть, вы обратили внимание, да? 26% государства приобрело за 4,3 миллиарда долларов. Предприятие, которое сам же Назарбаев оценивал в 20 миллиардов долларов. Я сейчас рассказываю такие детали, потому что вот эта вся запись, это становится документальным подтверждением, официальным, для того, чтобы мы имели различные основания подавать, скажем, информацию в соответствующие инстанции, которые бы могли закрепить эти факты, и в будущем мы предполагаем, что добьемся применения санкций, а именно ареста имущества и других действий в отношении коррупционера Нурсултана Назарбаева, который непрерывно нарушает права человека в стране, и его подельников. Я вынужден детально говорить все эти вещи, вы потом можете записи просмотреть и сравнить с реалиями. Итак, теперь смотрите, в стране нанесен убыток. Убыток только от одной сделки порядка около 4 миллиардов долларов. Теперь смотрите, следующее вопиющее преступление. Казахмыс владела экибастузской станцией ГРЭС-1. Это крупнейшая станция страны, которая была около 4 тысяч мегаватт, была продана в 1996 году, когда правительство страны возглавлял Акижан-Кожигельн, подставной структуре Нурсултана Назарбаева за полтора миллиона долларов. Я хочу сказать, что в это время на этой станции лежали горы угля, которые стоили десятки миллионов долларов. Я хочу сказать, что чтобы построить такую станцию, порядка 4 тысяч мегаватт, даже по тем временам, когда происходила передача этой станции, ее рыночная стоимость была минимум 4 миллиард долларов. И вот представьте, что такую мощнейшую станцию, самую крупную станцию, не только в Казахстане, но и бывшем Советском Союзе, она была продана за полтора миллиона долларов. И эта станция в итоге оказалась во владении, вы, наверное, не удивитесь, компании «Казахмыс», владельцем которой является Нурсултан Назарбаев. И вот эту станцию, которая «Казахмыс» приобрела у подставной структуры, суммарно на нее, которая была потрачена всего лишь полтора миллиона долларов, продается государству обратно в лице Самру Казана, которым управляет фактически Нурсултан Назарбаев, за стоимость 2,5 минимум миллиарда долларов США. Вот вдумайтесь, он украл эту станцию за полтора миллиона долларов, а потом ее продает снова государству за стоимость 2,5 миллиарда долларов. Хороший бизнес, да? Красть бесплатно, забирать или за условные деньги, а потом продавать «Казахмыс» вот эти активы самого же государства. Их приобретает Самру Казана. В Самру Казана, безусловно, таких денег не было. Откуда деньги берутся? Из Национального фонда. Того самого фонда, который принадлежит вам. То есть там десятки миллиардов долларов страны, которые констрируются, они не принадлежат не Нурсултан Назарбаеву, они даже по документам считаются собственностью все граждан страны. Когда вы говорите о добыче нефти, газа, металла, все прочее, вы хотите получить свою долю, знайте, что эту долю получает единственный человек в стране, Нурсултан Назарбаев. Итак, обратите внимание, из Национального фонда 2,5 миллиарда долларов США было направлено на покупку экибастузской станции ГРС-1. 2,5 миллиарда долларов. При этом эта станция была в свое время, в 1996 году, тихо продана на фальшивом аукционе подставной структуре Нурсултана Назарбаева всего лишь за 1,5 миллиона долларов. 1,5 миллиона долларов? Ну, скажем так, очень хорошая, дорогая квартира, наверное, стоила, стоит в Алматы. Квартира там, скажем, не самого богатого человека в окружении султана Назарбаева, чтобы вы понимали. Вот, собственно, за 1 небольшую квартиру продали гигантскую станцию, самую крупную, на территории бывшего Советского Союза, вот за такие деньги. Теперь интересное. Мы говорим, что Казахмыс это успешное предприятие, от жизни которого зависят города и все прочее. Но вы удивитесь, что в конце 13-го года выходит постановление правительства, подписанное тогда Сериком Ахметом, премьер-министром. Ну, конечно же, он подписывал по приказу султана Назарбаева, но он мог не подписывать. И салатца говорит, что он мне приказал, это, конечно, скажем, не ответ. Любой человек на этой должности имеет определенные полномочия и все решения должны действовать, приниматься в соответствии с законом. Так вот, это было принято незаконное решение следующее. Выделить компании, корпорации Казахмыс из государственного бюджета, разных уровней, республиканского и местного бюджета сумму 581 миллиард тенге. Вы вдумайтесь, сейчас матери выходят на улицу. Министр заявляет, Аблокосымова, что 16 тысяч тенге вместо 10 тысяч для многодетной семьи, разов выплаты ежемесячно, это большая сумма. А вдумайтесь, из бюджета страны было принято решение в конце 13-го года выделить 581 миллиард тенге. Кому бы вы сказали бы, это компания Казахмыс, частного предприятия Казахмыс. И аргументация следующая, что там работают десятки тысяч людей, что рудная база якобы обеднела, предприятие может закрыться и десятки тысяч людей пострадает, а в компании Казахмыс работало на тот момент порядка 60 тысяч человек, прямо, ну и зависимых предприятий больше. И вот представьте себе, что выходит такое постановление правительства и безвозмездно выделяются деньги на освоение различных месторождений, на развитие этого предприятия, из бюджета страны. Есть у нас в стране какие-то частные предприятия, которые не имеют отношения к Назарбаеву, чтобы они получали десятки и сотни миллиардов тенге из государственного бюджета страны? Я могу сказать, что если это происходит, то они все являются фактически предприятиями на султана Назарбаева. Итак, что такое 581 миллиард тенге? 581 миллиард тенге, это сумма на тот момент составляла свыше 3 миллиардов долларов США. Итак, смотрите, 3 миллиарда, более 3 миллиардов долларов безвозмездно передано в бюджет Казахмысу, из бюджета. 2,5 миллиарда долларов, это электрическая станция ГРЭС-1, вот вам больше 5,5 миллиардов долларов. Затем нанесен убыток от покупки акции Казахмыса на сумму порядка 4 миллиардов долларов США. Вот все это прибавляете, 3 сделки. Прямая кража составляет 10 миллиардов долларов США. Прямая. Когда мы говорим о том, что Насултан Назарбаев владеет состоянием свыше 200 миллиардов долларов США, я вам привожу 3 сделки не с владением, а просто денежной операцией. Так в результате этих денежных трех операций страна потеряла сразу стоимость активов на сумму минимум 10 миллиардов долларов США. Вот представьте, что когда принималось это постановление, утверждало, что Казахмыс испытывает трудности, что у нее нет денежных средств. А теперь вспомните, что чуть более года назад Казахмыс стала владельцем банка РБК. При этом говорилось, что РБК, это опять, кстати говоря, частный банк был, тоже принадлежал Насултану Назарбаеву. В этот РБК банк были опять влиты государственные средства, и публичным владельцем стал опять Казахмыс, типа как бы якобы Владимир Ким. Спрашивается, как может предприятие, испытывающие трудности, получившее у государства субсидии 581 миллиардов тенге, единоразово более 3 миллиардов долларов, быть убыточным и при этом покупать банк РБК. Также, как может быть убыточным предприятие просить деньги у государства, когда ежегодно официальная прибыль у предприятия группы компании Казахмыс свыше 1 миллиарда долларов, отраженных в балансе предприятия. То есть, вы видите, да? Когда ему Назарбаеву выгодно, он говорит, предприятие убыточно, и с бюджета сливаются деньги. Я говорю только о том, что попало в поле нашего зрения. А сколько сделок это государство под руководством Султана Назарбаева проводит именно тайно. Тайно, когда сотни миллионов долларов опять уходят из бюджета в поддержку этого предприятия. Сотни миллионов долларов уходят, когда подписывается контракт на недропользование, в результате которого это предприятие не платит достаточные средства за пользование природными ресурсами страны. И вот я вам показываю, что только на одной сделке, вот три сделки, Назарбаев нанес убыток стране через национальный фонд, тот, который вам принадлежит, убыток минимум 10 миллиардов долларов США. Я не считаю, то, что само предприятие Казахмыс, группа компаний, стоит свыше 20 миллиардов долларов США. То есть вы видите, когда я говорю 200 миллиардов долларов, только одно предприятие, которое он украл у страны, стоит свыше 20 миллиардов, только три сделки, в результате которых он опустошил бюджет страны, составляет 10 миллиардов, вот вам 30 миллиардов долларов. Теперь дальше. Казахмыс находится во владении Насултана Назарбаева с начала 90 годов, то есть более 20 лет. Вот представьте, что это предприятие или группа предприятий приносила ему длительное время чистого дохода свыше миллиардов долларов. Умножьте, и вы увидите, что только управляя и владея Казахмысом, Назарбаев заработал несколько десятков миллиардов долларов, просто так. И продолжает зарабатывать, продолжает. Он продолжает воровать. Сейчас эта компания сошла на российский рынок, купила там месторождение. Это предмет отдельного расследования. И я вам все это детально озвучу. Мы сделаем специальный фильм по Казахмысу, чтобы вы понимали масштабы хищения. Многие из вас не понимают, как так возможно, как можно бесплатно все это приобрести, как это Нурсултан Назарбаев прячет, через кого. Вот, собственно, этот фильм будет посвящен Казахмысу, будет посвящен еще другой фильм, другим активам. И вы увидите, что состояние Нурсултана Назарбаева в размере 200 миллиардов долларов США это еще, скажем, верхушка айсберга. В реальности он владеет состоянием больше, чем 200 миллиардов долларов США. и вы должны помнить, что супермиллиардерами являются его ближайшие родственники, как Тимур Кулебаев, его дочь Динара Кулебаева, которые только официально владеют состоянием свыше 7 миллиардов долларов. Вы знаете, что миллиардером является старшая дочь Дарига Назарбаева, которая сейчас в этом году хочет выйти на выборы президента и возглавить страну. и тогда вы понимаете, будет консервироваться тот режим, который сейчас есть, те преступления, которые совершает Нусултан Назарбаев, также будет продолжать его дочь, но это тоже предмет отдельного, скажем, выступления моего прямом эфире. Итак, вы видите, что Назарбаев владеет корпорацией Казахмыс, который сам же оценил в результате различных оценок стоимость свыше 20 миллиардов долларов США. Я хочу привести все эти факты, привести очень много доказательств в этом фильме, который будет посвящен в частности группе компании Казахмыс. У меня очень много документов, они существуют в сети, не так, чтобы я являюсь носителем секретов, нет, существовали различные исследования международные, журналисты, существует очень много данных, переписок, мейлов и все прочее, которые подтверждают и доказывают, что группа компании Казахмыс принадлежит Нусултану Назарбаеву. Это не является секретом, является международным секретом, но сейчас очень важно все это упаковать, оформить, очень важно все те преступления, которые совершает именно Султан Назарбаев, не только коррупционные, но и против граждан нашей страны, задокументировать. Это очень большая и кропотливая работа. а затем в связи с тем, что сейчас закон Магнитского глобализируется, методично все эти факты собрать и, используя все эти преступления, применить санкции, санкции по закону Магнитского санкции увидите реальный масштаб тищений, вы тогда поймете, почему мы живем плохо. А вы, уважаемые граждане, которые проживают в Джизказгане, Садпаеве, Балхаше, вы будете понимать, почему вы влачите нищенское существование, почему у вас разбиты дороги, почему у вас такие ужасные дома, ужасные подъезды, почему у вас нет нормального воздуха, почему экологическая атмосфера, потому что все крупнейшие предприятия страны принадлежат Нусултану Назарбаеву, именно поэтому экологические проблемы не решаются ни в Карагандинском регионе, ни в Восточном Казахстане, это предприятие КАССЫН, которое фактически владеет Нусултан Назарбаев со своим помощником Булатом Утимуратовым, ни в Дисказганском регионе, где у вас ржавая вода, я с советских времен помню с начала 80-х годов, когда из крана текла ничего не изменилось, ничего не изменилось и поныне, хотя представьте себе, что если предприятие зарабатывает в год свыше миллиарда долларов, даже если бы 20-30% этих средств уходило бы на развитие региона, это 200-300 миллионов долларов дополнительно, то в течение буквально 5-6 лет этот регион не сильно отличался бы от Эмирата Дубая, не сильно, ну а представьте себе, что на самом деле его официальная прибыль не чуть более миллиарда, а значительно больше, потому что вы все прекрасно знаете, что вокруг Казахмыса существует огромное количество предприятий, так называемой сеть паутин, которые осуществляют поставки, делают различные услуги, и все это реальности принадлежит Султан Назарбаев, он через эти предприятия отсасывает эту прибыль, опять она утекает на его различные акции по подкупу людей, проведение фальшивых избирательных кампаний по выбору президента, которые позволяют ему оставаться у власти. Это мафиозная система, которая в реальности позволяет ему качать из Казахстана десятки миллиард долларов ежегодно. именно поэтому эти деньги оставаясь в карманах Нурсултана Назарбаева и его ближайшего окружения, а не у граждан страны, приводят страну к загниванию, к тотальной нищете, то, что у нас плохая медицина, плохие дороги, это вы все должны осознавать. Поэтому сегодня я именно этому и посвятил группе компании Казахмыс. Это первая часть моего выступления. Будут еще, я начинаю сегодняшний в серии выступления. Я буду показывать сделки, которые осуществлял его зять Тимур Кулебаев. Я буду показывать сделки, которые осуществляла его дочь Дарига Назарбаева, которые захватили государственную компанию Хабар и деньги качались в бюджет и все уходило в их карманы. Я буду рассказывать о сделках ближайшего окружения Карима Масимова и других. И жду от вас информации, сообщения, чтобы мы могли всю эту информацию собрать и завтра должным образом оформить, подать его в те или иные страны, где мы знаем прячутся его капиталы. Ну, в частности, Владимир Ким живет в Лондоне, он там резидент этой страны, и закон Магнитского работает в Англии уже, и нам нужно просто привести массу доказательств, которые подтвердят коррупционный характер этих средств, соответственно, наступит время, когда мы эти средства вернем стране. Вот представьте себе, что если бюджет, государственный бюджет страны порядка 30 миллиардов долларов в год, это все, это заработная плата учителей, заработная плата врачей, это дороги, это пенсии, все прочее, это фактически функционирование всей страны, и бюджет страны порядка 30 миллиардов долларов, а состояние Назарбаева, одного только Назарбаева, свыше 200 миллиардов долларов США, это приблизительно десятикратный бюджет страны, то есть он украл ресурсы на десятки лет вперед, то есть он управлял страной 30 лет, и на десятки лет украл у страны, поэтому мы все живем в нашей стране богатой, живем бедно, вот, и уважаемые друзья, я знаю, что регулярно при моих выступлениях Назарбаев выключает интернет, и безусловно, я, наверное, сейчас выступаю, интернет отключен в очередной раз, но ничего страшного, вы увидите в записи, в записи вы поймете, что, почему вы плохо живете, потому что максимум на час эфир будет выключен, а затем он снова будет включен, но это имеет свои плюсы, когда Назарбаев выключает эфир, потому что это попадает в поле зрения международных правозащитных организаций, эта фиксация происходит в соответствии, выполняет ли Казахстан подписанные международные договора, вот по итогам 2018 года было проведено, отчет, точнее, был сделан Госдепартамент США, который зафиксировал различные нарушения прав человека, Европарламент 14 марта выпустил резолюцию, которая тоже зафиксировала массу нарушений, как вы понимаете, это очень важно, что называется, если говорить бытовым языком, очень скоро на режим Назарбаева покатится очень большая телега, телега проблем, вот я хочу свой вклад это сделать, чтобы добиться и чтобы этот режим ушел, и приглашаю вас к этой работе, чтобы мы совместными усилиями добились такого же результата, ну и собственно я хотел бы напомнить, что 22 марта в 11 часов дня по местному времени демократический выбор Казахстана приглашает наших граждан принять участие в митинге, в шествии, маршруты указаны и я хочу вам сказать, что именно акции протеста, именно митинги меняет нашу страну, и мы добиваемся перемена, перемен, недавно вышли матери на акции протеста, вы видите, испуган Назарбаев сразу принял ряд решений, когда из национального фонда будут выделены некоторые ресурсы для нашего населения, я именно не говорил, я говорю некоторые ресурсы, на самом деле он конечно будет растягивать, обещать, что-то люди получат, но это произошло в результате буквально двухнедельной акции матерей, вы наверное знаете, что в Алжире миллионы людей вышли на улицы и добились, чтобы действующий президент отказался участвовать на будущих выборах, вы увидите, акции не останавливаются, в скором времени нынешний президент, который только ездит на кресле, он уже не в состоянии управлять страной, он будет отстранен, и вы увидите, что он будет привлечен к ответственности за организацию коррупцию, хищение и всего прочего в Алжире, и это все достигается мирным путем, и мы тоже этого добьемся, мы добьемся, когда десятки тысяч людей выйдут на улицы, не будет никаких баррикад, никаких проблем, мы добьемся перемен, и тогда, когда во власть придет демократический выбор Казахстана, мы добьемся, что все те украденные средства свыше 200 миллиардов долларов США, которые вывезены, украдены на Султану Назарбаевым и группа его помощников, они вернутся в страну, и тогда мы эти деньги перераспределим среди граждан страны, во-первых, мы их инвестируем в новое производство и построим новый Казахстан, поэтому я жду от вас поддержки, жду публикации, жду вас, что вы выйдете и поддержите нашу инициативу, выйдете на митинг 22 марта, и вы своими действиями не действиями кого-то из-за пределов страны, своими действиями в своем доме, в своей стране сумеете внести свой вклад в те изменения, о которых вы мечтаете, что вы мечтаете о том, чтобы у вас была достойная жизнь, достойная страна, честное правительство, все это возможно, если каждый из вас сделает свой вклад. до встречи в следующем эфире, слава вам, здарь. Субтитры создавал DimaTorzok,